Сегодня, несмотря на развитие технологий и существенные накопленные человечеством научные знания, донорская кровь и ее компоненты все еще остаются практически незаменимыми ресурсами в здравоохранении. В Бресте проблемы эффективной организации сбора донорской крови требуют постоянного внимания к себе, а своевременное и достаточное обеспечение запасов крови является неотъемлемой частью работы Брестской станции переливания крови. Как правило, в летний период люди уезжают в отпуска. В связи с нынешней сложившейся ситуацией с пандемией COVID-19 доноры не так активно проявляют свою донорскую функцию в силу медицинских противопоказаний. Нужно выдержать срок после заболевания, после прививки. Поэтому мы хотели бы побудить наших жителей города стать более активными, проявить сознательность, благородство и прийти на помощь другому человеку. Потому что пациенты по-прежнему нуждаются в переливании крови. Такие больные, есть такие категории, которые постоянно только за счет донорской крови живут, это гематологические больные. В чрезвычайных ситуациях сейчас не редкость, тоже очень многие нуждаются в переливании крови. Поэтому очень важно проявить сознательность, благородство и прийти и сдать кровь. Стратегический ресурс необходимо пополнять непрерывно в любых обстоятельствах. Поэтому привлечение в ряды доноров новых лиц, особенно сейчас, очень важная часть работы специалистов Брестской станции переливания крови. Эффективным способом поиска новых кроводарителей уже много лет являются организованные выезды бригад станции переливания крови непосредственно в организации. На протяжении 10 лет они сотрудничают с Брестским филиалом Белтелеком, для сотрудников которого такой метод особенно удобен. Сегодня мы работаем на базе РУБ Белтелеком. Сюда организованно приходят сотрудники Белтелекома сдавать кровь. Они заранее записываются, мы согласовываем сроки. У нас есть график выездов, который утверждается председателем Брестского областного исполнительного комитета. И согласно этого графика, он у нас, кстати, размещен на сайте, мы выезжаем на предприятие. Давно мы уже сотрудничаем с Белтелекомом, я думаю, что порядка 10 лет. Здесь уже есть доноры и почетные, которые когда-то сдавали кровь и на станции. Есть такие люди, которые приехали сдавать кровь только благодаря тому, что мы выехали на предприятие. Приезжают на предприятие в определенные дни, через определенные промежутки времени коллективы, работники, которые раньше сдавали кровь, могут постоянно сдать ее. Кто-то заканчивает, вот как у нас работает круглосуточный персонал, кто-то утром заканчивает смену, он пришел на кровосдачу, сдал кровь и ушел домой. То есть ему не нужно из дому специально где-то ехать и под этот день подстраиваться и сдавать. Кто-то специально, наоборот, ждет, чтобы, когда мы назначаем, договоримся со станцией переливания крови, дату, он уже подстраивается, чтобы приехать тоже сдать. Не надо ехать специально туда, на станцию, там выстаивать очередь. Здесь все у нас хорошо. Это хорошо, что у нас есть место, где мы можем организовать это все. Каждый человек, который хоть раз дарил частичку себя другим, особенно нуждающимся в этом людям, совершенно точно не жалеет об этом. Сотрудники Белтелеком активны и, конечно, добровольно вносят свой вклад в пополнение запасов такого ценного биоматериала. Многие из них, кстати, являются почетными донорами. Как почетно быть донором, а уж почетным донором особенно достойно. Например, работник брестского филиала Белтелеком Александр Кучук дебютировал в роли донора, именно когда бригада станции переливания крови впервые приехала к нему на работу. С тех пор это стало неотъемлемой частью его жизни. Прежде всего хотелось бы немножко и в наш жестокий век немного добра все-таки людям бесплатно давать, безвозмездно дарить. Пускай даже это и кровь. Ну и во-вторых, все-таки донорство – это прежде всего самоконтроль. Ты следишь за своим образом жизни, питанием. Чувствуешь ответственность за тех людей, кому ты все-таки даришь. Вот хотя бы этих 500 миллилитров крови, 450 миллилитров – это малая капля, особенно если сдавать раз в три раза в год. Существуют категории больных и пострадавших в разных авариях людей, для которых применение крови доноров, а также препаратов из ее компонентов, просто необходимо для спасения жизни. Я с таким не сталкивался, но с радостью помог бы. Даже когда в Минске трагедия была теракт, и люди выстраивались в очередь, я думаю, что я бы тоже пошел по трагедии. Она, наверное, все-таки как-то сближает людей, когда они стараются помочь. Это во благо. Считаю, что каждый должен поступить так же. Вообще, я первый раз давал в 2011 году, как только устроился на работу. И это было, по-моему, 9 число, 9 сентября. И как-то так, ну, по внутреннему зову узнал, что на нашем предприятии организуется сдача крови периодическая. Я, долго не размышляя, решил просто взять и сдать. Я считаю, что моя кровь может пригодиться и помочь спасти чью-либо жизнь. У каждого донора ярко выражена потребность сделать жизнь вокруг чуть-чуть лучше и помогать тем, кто здесь и сейчас в этом нуждается. И это здорово.